Очень приятно выступить перед такой подготовленной именитой публикой. Спасибо вам за предоставленную возможность. Я в первых слайдах не буду останавливаться на актуальности вопроса и попытаюсь объяснить, что сподвигло нас в 2012 году начать программу скрининга колоректального рака у жителей нашего округа. Заболеваемость колоректальным раком в стране. В России ежегодно в 2014 году впервые выявлено почти 62 тысячи случаев колоректального рака. Рак прямой кишки 35, рак ободочной кишки 26,785. Обратите внимание на цифры в скобках. Это случаи, которые были выявлены всего год назад. Структура заболеваемости. На первом месте рак молочной железы, на втором месте рак толстой кишки. Причем разрыв между этими двумя позициями минимален. Он практически в 2013 году был 2 случая, в 2014 году 9 случаев. В абсолютных числах. Если в 2006 году по данным нашего канцерегистра на отчет было взято 335 пациентов с данным заболеванием, то обратите внимание, по прошествии 10 лет эта цифра составила на 140 человек больше. Динамика заболеваемости колоректальным раком за период работы популяционного конца регистра с 2007 по 2013 год. Темпы прироста значительные в 6 раз выше, чем по Российской Федерации. В Российской Федерации стандартизованный показатель заболеваемости 12,2. Цифры приведены на 2013 год. Смертность оба пола. Смертность от колоректального рака 13,3%. Три года назад практически вышел приказ о совершенствовании профилактики ранней диагностики и злокачественного образования толстой кишки, повышение оказания качественной онкологической помощи на территории нашего округа. Мы уверены, что выявление болезни на ранних стадиях и ее профилактика на популяционном уровне решается под средством скрининга о наличии опухоли и предраковых заболеваниях в группах риска. Диагностика опухоли на ранних стадиях до развития клинических симптомов позволяет провести малоинвазивное и органосохраняющее лечение, приводящее к излечению без потери качества жизни большинства пациентов. Кроме этого, эндоскопическое удаление опухолей, эндоскопическое удаление выявленных при скрининге полипов толстой кишки снижает риск их перерождения в злокачественную опухоль и таким образом снижает заболеваемость колоректальным раком. Всем известна модель развития рака толстого кишечника. Наиболее эффективными методами скрининга на сегодняшний день в мире являются эндоскопические методы. Это сигмоскопия 1 раз в 5 лет, колоноскопия 1 раз в 10 лет и лабораторный тест на анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом. В продолжении предыдущего слайда известны множество скрининговых тестов, которые применяются в разных странах в зависимости от их финансовых возможностей и других причин. Мы используем иммунохимические тесты при дне скрытой крови, айфоб-тест. Меняются времена, смысл многих тестов остается прежним, и их эффективность соответствующая. Исследование проводится на автоматическом анализаторе НС-15 Япония. Исследование проводится двухдневными тестами. По результатам мы имеем 4 результата. Это гемоглобин 1-2 дня и трансферин 1-2 дня. Уровни критических гемоглобина – это 100 нанограмм на миллилитр и 50 трансферин. Добавление трансферина способствует повышению чувствительности данной методики и специфичности. Алгоритм скрининга. Здесь максимально он упрощен. Кабинет онколога, первый этап скрининга и второй этап скрининга – комоскопия. Это старая система, которую сейчас пытаются, скажем так, внедрить в некоторых наших регионах. На самом деле, так делать нельзя. Необходимо предварить жизнь примерно вот такую схему. То есть центр профилактики, который существует в каждой территории, либо кабинеты профилактики, кабинеты здоровья, которые непосредственно направляют плюс участковые врачи-терапевты, врачи общей практики, которые занимаются направлением пациентов нужной группы на первый этап скрининга. По получению результатов идет их оценка. И далее при превышении уровня гемоглобина и трансферина показано проведение комоскопии, которая проводится в эндоскопических отделениях в центрах амбулаторной хирургии. При выявлении полипов, как я уже говорил, производится полипоктомия. Каких результатов мы добились? За 2012-2014 год обследовано почти 46 тысяч жителей округа. Средний возраст составил 60,1 года. Из обследованных 70% были женщин, 30% мужчин. Возврат патчей составил 84,8%. Положительные результаты были у 7761 человека, что составилось на целых 8,8% от всех обследованных. Гемоглобин повышен в 72%, трансферин в 13,7%. И гемоглобин, и трансферин повышен в 16,8%. Комоскопии проведено из положительных, из 7761 пациента направили, проведено комоскопии 3694. Возврат патчей составил 50,7%. Выявлено полипов у 890 человек, это 11,5% от всех положительных и 2% от всех обследованных. Полипоктомии проведено в 64,2% от выявленных полипов. Отказ от полипоктомии составил 14,1%. Выявлено 125 случаев колоректального рака, это 1,8% от положительных результатов, от 7000. И 0,29% от всех обследованных пациентов, то есть 2,9 на 1000. Диагностировано 4 рака желудка, иные заболевания ЖКТ, 826 случаев. Что мы видим по стадиям? В первой колонке абсолютное число, во второй колоночке проценты. Инситу первая и вторая стадия составили 70,4%. Результаты. В 2014 году в округе взято больных с первоустановым диагнозом колоректального рака 554 человека. Из них выявлено в 2014 году 87 случаев активно, что составило 19,2%. И в 2013 году данная цифра была равна 7,5%. В первой и второй стадии 54,2% это в 2014 году поставленных на учет. Одногодичная летальность, когда мы начинали весь этот процесс скрининга, составляла в округе порядка 27%. В 2013 году 18,9% в 2014 году 13,3%. Организация скрининга. Без активного участия органов здравоохранения региона данное мероприятие было бы невозможно, а без личной курации Александра Вячеславовича Филимона, директора департамента нашего, практически было обречено на крах. Мы к данной технологии подходили очень внимательно. Сначала выбирали метод группы населения, затем, как этот метод будет продвигаться на территориях, какие этапы контроля у нас будут проводиться. Ну и, соответственно, шло обучение персонала на местах, потому что незнание самой сути вопроса и целей данных мероприятий у многих наших коллег вызывало отражение, причем в грубой форме. И мы не раз слышали, что помимо диспансеризации нам приходится заниматься еще вашим скринингом. Но, когда коллеги увидели, что они выявляют раки, что они выявляют раки на ранних стадиях, у многих загорелись глаза, и это стали наши сподвижники, эти люди стали нашими сподвижниками на местах. И сейчас уже нередко мы слышим, мы бы с удовольствием занимались бы данной программой, потому что мы видим результаты, нежели бы мы занимаемся, допустим, диспансеризацией. Но это в приватных беседах, поэтому, скажем так, прошло три года, а мнение наших коллег резко изменилось в лучшую сторону. Разработаны методические рекомендации, проводится обучение и контроль качества. На сегодняшний день, я уже сказал, разработана стандартная методика внедрения скрининга рака в муниципальных образованиях округа. На основе европейских рекомендаций разработана программа обеспечения качества скрининга. И, на наш взгляд, необходимо создание единого регистрации скрининга на основе единой электронной медицинской карты пациента. Сейчас эта работа ведется на уровне медицинско-информационного центра, информационно-аналитического центра округа. И полученные результаты подтверждают возможность использования данной методики внедрения и проведения скрининга в условиях современного здравоохранения. Спасибо. В октябре 2014 года у нас в Канты-Мансийске. Знакомы мы уже более трех лет с первой балтийской формы, когда поднимались вопросы о необходимости, стоит или не стоит делать это дело. Спасибо большое за очень интересный доклад. Практически, совершенно очевидно, успешный. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Пожалуйста, пожалуйста. Вы понимаете, сколько вы сделали колоноскопистов? У нас они все молодые ребята. Я не говорю про колоноскопистов, я говорю про колоноскопов. Достаточно. Ну, достаточно. Ну, сколько? Пять, десять? Да, ну, перестаньте. Десять у нас только в больнице. Ну, просто если посчитать, что вы сделали 3600 исследований, то есть каждый день, ну, грубо говоря, вы должны были делать по 18 колоноскопий. Ну, у нас в день делается 12 колоноскопий. В одном учреждении? Это в одном учреждении, да. То есть вы всех сосредоточили у себя? Нет. У нас существует четыре центра скрининга, где производится лабораторное исследование. И в зависимости от подготовки эндоскопической службы второй этап скрининга может проводиться в городских больницах, в центрах амбулаторной хирургии, либо в окруженных больницах, в парктологических центрах. Это все проводится. Хорошо. И тогда следующий вопрос. Количество экстренных операций, произведенных по перфорации колоректального рака? Вы знаете, я ожидал этот вопрос. У нас не было перфораций. То есть их у вас нет? У нас их не было. Хорошо, спасибо. Можно вопрос? Уважаемые коллеги, у вас вопрос такой. Люди, кто занимался выполнением этой программы, получали ли какую-либо денежную компенсацию? Как была оплата? Второй вопрос. И тут же параллельно. Я восхищен вашим докладом. Имя важно. Вам департамент как-то вас финансировал? То есть дал премию вам? Как-то отметил вас? То есть и так вот что получилось? Вы знаете, в России за деньги можно сделать многое, но не все. И директор департамента является онкологом, и он понимает, для чего и как это нужно делать. Второй вопрос. По поводу оплаты. Лабораторные исследования плачут из фондов ОМС стоимостью, по-моему, чуть больше 1000 рублей. И мы имеем 4 результата. И мы единственное, что мы пересчитали стоимость проведения эндоскопии, скринингов и полипектомий с целью того, чтобы как-то мотивировать врачей-эндоскопистов на эту работу. Потому что основная нагрузка ложится на этот сегмент. Охватить население, технически это несложно. Вопрос, как довести второй этап скрининга, чтобы получить объективные результаты. Я думаю, что мы заслужили очень интересный доклад. И если вы продолжите дискуссию уже, так сказать, в кулуарах, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы затянули очень, ввиду того, что наши докладчики были недисциплинированы. У нас сейчас круглый стол. Представитель вице-губернатора у нас сидит в зале, ожидает круглого стола. Буквально два слова. Мы сейчас заслушали, конечно, интересные доклады наших коллег иностранцев. Это Лоуренса из Международного агентства против рака, который поделился задачами, стоящими перед контролем качества. Появите, какие они вопросы обсуждают. Мы уже четыре года работаем совместно, и в том числе с нашими коллегами из Финляндии. Обсуждаются вопросы. Во-первых, не обсуждается, что количество должно быть охвачено более 80%. Это понятно. Только как это сделать? Создать систему и так далее. Обсуждаются вопросы качества, подготовки специалистов. Не обсуждается, что это первый этап и как бы не будет. Нет. И поэтому, конечно, вот сейчас, наверное, на круглом столе эти вопросы должны прозвучать. Кроме того, поскольку у нас здесь вступает противоречие, у нас создана система диспансеризации, и мы слушали доклад сегодняшнего наших коллег из двух учреждений уважаемых, и мы понимаем, что там говорили, как это хорошо много сделано, но мы понимаем, что этого недостаточно, и мы не получим того, что мы хотим при скрининге. Сказали 80%, но сказали, скорее всего, это 40% и уже хорошо. Не работает при онкологических заболеваниях при 40%. И, естественно, если мы сейчас хотим обсуждать программу, а Антон Алексеевич, он создал такой, как мы назвали его, не проект, а моделирование программы, то мы хотим обсудить вот эту программу, а, соответственно, средств на эту программу нет, потому что много выделилось на диспансеризацию. Нам надо искать эти средства, и мы, наверное, найдем для того, чтобы провести пилотный проект. И вот этот вопрос мы тоже будем обсуждать, а найдем среди общественных организаций с пожертвованием и так далее. И вообще надо это или нет. Поэтому давайте мы сейчас сделаем перерыв минут пять, а затем здесь мы будем проводить круглый стол, который будет возглавлять Ольга Владимировна, помощница вице-губернатора по медицинским вопросам. Ольга Владимировна, будьте добры к нам сюда за стол. Спасибо. Спасибо.